С наступлением тепла рыба начала проявлять активность, а рыбаки ловят момент. В парке Валя Морилор ежедневно собирается большое количество единомышленников с удочками. Идет охота на карася, который, по мнению людей знающих, и без того обречен на гибель. Рыбе негде не реститься, поэтому она довольно часто гибнет в закрытых водоемах. Нету камыша совершенно, кроме как в отстойниках с боков. Карась, которого бросили здесь 10 лет назад, вот таким вот, подрос до 500 грамм и выше даже. Пошел слушок, что он здесь идет, один поймал рыбу покрупнее, естественно, подтянулись и горожане. Фауна в озере обширная, можно встретить не только карася, но и раков, креветку и даже черепаху. Всего в озере больше 15 видов рыб. Рыба, она находит себе места, вот она заходит в такие теплые заводи, подходит к берегу, где есть камыши. Там вот часто начинает прорастать трава, она подходит в теплые местечка и там откладывает себе икру. В администрации паркового комплекса говорят, что баланс сохраняется и рыбаки сильно не влияют на озерную фауну. Не поймают они, поймают хищники. В природе все регулируется, для чего, допустим, в водоемах есть несколько, очень много разновидностей рыб. Потому что, когда они рестятся, допустим, есть хищная рыба. Хищная рыба контролирует количество рыбы той другой, которая должна быть. Если ее много, значит, хищник ее поедает и все в балансе. Нет такого, чтобы было излишки. Мы совершенно не помогаем и не уничтожаем. Дело в том, что если была бы возможность рыбе не реститься, то было бы грехом, согласитесь, да? Ну, беременного карася, да, то есть с икрой его как бы вылавливать. Но так как ему, в принципе, негде, он бьется об камни и множество гибнет. Вот вы сами увидите, даже на пляже будут лежать тушки мертвого карася, потому что он, чтобы не реститься, ему трется об камни и гибнет. Активнее всего местная живность в озере весной и осенью. Во время слишком высоких или низких температур рыба прячется. По данным агентства окружающей среды, в Молдове введен запрет на рыбную ловлю, который действует до 15 июня на определенных участках Днестра и Прута с рядом притоков, а также в озере Кагул и практически на всех малых реках страны.